Ну, у меня ещё есть одна тема, да, вот. Каналу исполняется один год. То есть, 27 апреля 2018 года вот этому каналу будет один год. Когда я начинал этот канал, я думал, что его не будет смотреть вообще никто. То есть, вообще, будет два подписчика, только через полгода наберутся, и то никто не будет смотреть, да. Вообще. Но набралось 10 достаточно быстро. Потом до 20, где-то до 20 там долго шло, да. Но я просто не таггировал нормально, ничего не делал. Надо адекватно таггировать канал, да, вот. И это суть успеха. Вот, половина суть успеха таггировать канал. А я ничего это особо не делал. Мне было всё равно. Мне главное, чтобы было что-то вываливать, да. И к тому же я много времени пропустил. Нельзя останавливаться не на день, когда ты видео снимаешь. Каждый день у тебя должен быть видеоролик. И тогда YouTube будет назначать тебе другие приоритеты. А если ты будешь укладывать старые ролики, то у тебя будет низкий приоритет, как в дотке какой-нибудь, да. А я укладывал старые ролики, перезалив. И, соответственно, мне приоритет понизили в ноль. Призбонусом всем снизили множитель непопулярным блогерам. Множитель. То есть, да, вот был момент, в который все пострадали. Где-то в ноябре, кажется, 2017 года все пострадали. То есть, тем снизили приоритет, кто не пиарится, кто не привлекает пользователей через ссылки внешние, тем снизили приоритеты. А они, то есть, соответственно, не прибавляют подписчиков, ничего, да. Если неадекватно тегеровано, притом, да. Вот, и в результате у всех все просело. То есть, даже у Гарика, у которого 5000 подписчиков, ну, может, 15 или 10, он уже не показывает, сколько. У него просел онлайн до 20 человек. Хотя раньше было 60, там, не знаю, 45. 60 всегда было, 25 теперь стало. То есть, приоритизация Ютуба такая, что он не популярным блогерам, которые еще не продвинутые такие, да. Он снижает приоритет. Вместо того, чтобы их поддерживать, наоборот, что им требуется, он, наоборот, снижает приоритеты. То есть, он их показывает ниже всех, и, соответственно, их никто не смотрит в результате. И они зачаровываются в этом. Но, главное, настойчивость, да, чем-то. Настойчивость, и все у вас будет. Например, история с Red21. Его 5 лет никто не смотрел, и потом он раз и хрипанул вдруг. Или история с Габзавром, например, и с многими такими, да. Их много лет никто не смотрел, и не раз так и хрипанули. Вот. Это должно быть вам показателем. То есть, вы должны все равно, несмотря ни на что там, идти к своей цели, да. То есть, я, конечно, только оператор какой-то, да, по сути. Я себя блогером-то не считаю, потому что я еще говорить даже не научился нормально. Я вот этими видео и пытаюсь научить себя говорить как-то, чтобы потом меня смотрели, или не смотрели, не знаю, но... Чтобы от этого, как бы, был профит, да, сквозь кем-нибудь пообщаться. Иногда потому что ни с кем, нет адекватных людей, с неадекватными не хочется общаться. И приходится говорить с видеокамерой. И с экшн-камерой. Вот. Поэтому я и делаю до сих пор эти блоги. Low priority я тоже тут служил. Кстати, да, я удалил свои видео. Потом стал их перемонтировать и перезаливать. И YouTube это задетектил. И мне поставил low priority. Как канал, который делает перезаливки. Но видео удаленные, поэтому... Как бы это вроде нечестно, что я удалил, а потом перезалил, да, это... Low priority это нечестное, да. Но с другой стороны, это low priority, вот это программное, и оно позволяет избавляться из каналов, то есть перезаливки, которые делают, да, то есть, чтобы какой-нибудь... Джейсон Мойерс, например, который делает перезаливки озона, не распирался больше самого озона. Или, например, который репейник-ватник, который делает перезаливы стримов, то есть, да, нарезки. Поганый делает вырезки, как говорит Людмурик. Он не стал популярнее габзавра. И это всё должно вот так вот работать, но сработало неадекватно. Так что я даже не знаю, пересоздать это всё или не пересоздать. И я, конечно, пересоздавать ничего не буду, но... Если вы хотите дать свои видео, зрите их опять и не делайте так никогда в жизни, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, вы получите низкий приоритет ниже обычного, то есть, обычный уже низкий, то есть... Обычный, он не даёт пиара никакого, то есть, ты только... У тебя популярность только падает, оба в обычном. А если у тебя низкий приоритет, то нападает, то есть... По логарифмической шкале, то есть... Каждый месяц она падает в два раза больше или в четыре. Или даже в шесть. Сколько ты делаешь перезаливов? Так что, смотрите, господа. Если вы хотите заниматься еду, ютубом занимайтесь. Настойчиво, прям, упорно. То есть, прям... Без всякой отдачи готовы, то есть, заниматься этим годами. То, пожалуй, кстати, через пять лет вы станете популярным. Пять лет. Семь. Может быть, семь. Вот, пять-семь лет. И вы станете популярным. Когда все эти уйдут, то это самое откинется. Как в миниатюре у Райкина. Там, знаете, я хожу там по поликлиникам, по больницам, да. Вот. Слышу там чупок-чупок, это... Слабые отпадают из очереди, да. А сильные остаются, сильные до конца достаивают. То есть, 200 человек очень сильные достают до конца, до самого конца. И получают то, что им надо. Вот. Все справки, все такое, да. Так что... Вот. Господа, товарищи. Кто чего хочет, тот все получит. Моя цель на этом ютубе тащит на некомерческое. Мне главное, чтобы смотрели меня. Хотя бы кто-нибудь меня будет смотреть, и я буду доволен. Все. Вот. Если у меня будет 100 подписчиков через год, вот, то есть, 27 апреля началась эксплуатация канала официальная, да. Неофициально раньше, но официально я считаю, что 27 апреля, через день после Чернобырской катастрофы, да. 27 апреля, если до 2018 года у меня будет 100 подписчиков, я пытаюсь пропираться, конечно, вон рекламироваться теперь. Я не рекламировался никогда ни у кого в жизни вообще. Если у меня будет 100 подписчиков, мой канал продолжит работу. И в следующем году, то есть, через год после этого, в 2000... Не в 2000... То есть, в 17 часа. То есть, в 19-м году, в апреле, у меня должно быть 100 подписчиков. В 20-м году, если у меня не будет 500, я прекращу. Также я прекращу, если у меня будет в 19-м году меньше, чем 100 подписчиков, я прекращу. И, соответственно, 1000. Если вот в 2020 году у меня будет меньше 1000 подписчиков, вот так будем продолжать, то я прекращу свою работу, да, на ютубе. Я буду заниматься просто своими делами. Вот. Вот так вот решено. Так всё и будет. Тому и быть. Every nice. Good nice. Поехали. Поехали. Поехали.